Точное выполнение упражнений йоги с Джоном Фрэндом посвящается Вселенскому Шахте. Доктор Айнгар из Пуны, Индия, обрел широкое признание как величайший учитель хатха-йоги 20-го столетия. Джон Фрэнд выражает огромную благодарность доктору Айнгару, его дочери Гите и сыну Прошанту, а также старшим учителям господина Айнгара за переданные знания йоги, представленные в этом видеофильме. Пожалуйста, перед тем, как приступить к упражнениям, просмотрите фильм от начала и до конца. Эта система йоги предназначена для людей с хорошим физическим здоровьем. Упражнения, представленные в этом видеофильме, не для каждого, поэтому есть вероятность, что вы можете повредить себе, если будете невнимательны. Не подвергайте себя напряжению, выполняя любую из этих поз. Эти упражнения не предназначены для лечения и не могут заменить медицинскую помощь. Советуйтесь с вашим врачом перед началом этой или любой другой программы упражнений. Стоящие позы и паршу-упавишта-канасана представлены в зеркальном отражении. Намасте. Меня зовут Джон Фрэнд, и я приглашаю вас на домашнюю тренировку йоги Айнгара. Хотя это видео прежде всего посвящено точности выполнения упражнений, очень важно пребывать в правильном расположении йогического духа. В каждой позе необходимо учиться управлять собой, быть очень внимательным и иметь открытое сердце. Помните, что каждая поза — это выражение божественности внутри вас. Сейчас мы начнем с Адхамука Шванасаны. Адхамука Шванасана. Поза собаки лицом вниз. Лягте на пол лицом вниз. Поставьте ладони на пол рядом с верхней частью груди. Выденьте ноги, раздвинув их на 6 сантиметров. Поставьте ступни на большие пальцы и поднимитесь на руки и на колени. Сохраняя параллельность средних пальцев, растяните пальцы от запястья. Поверните руки так, чтобы внутренние части локтевых суставов смотрели друг на друга. Плотно прижмите ладони к полу, особенно суставы указательных пальцев. Растянув пальцы вперед, подняв колени с пола, приподнимите бедра кверху и назад от поясницы. Не опуская пятки, поднимите ягодицы как можно выше. Закрепите большие пальцы ног и отведите бедра назад, чтобы распрямить ноги. Поверните колени внутрь и еще поднимите ягодицы, расправив их в стороны. Продолжая отодвигать назад бедра, поверните колени наружу, чтобы ступни были параллельны друг другу. Поддерживая ягодицы вверху, опустите пятки на пол, растягивая мышцы от бедер до пяток. Надавливая ладонями на пол, поднимите наружные части рук вверх от запястья до подмышек, чтобы локти не опускались к полу. Не позволяйте рукам опускаться, слегка опустите верхнюю часть поясницы вниз и в сторону бедер. Сильно растягивая ноги, освободите шею из ключиц и опустите макушку головы на пол. Ровное стабильное дыхание. Теперь на выдохе согните колени и опуститесь. Если вы хотите сделать позу более облегченной, вы не можете опустить голову на пол, не нарушая позы, опустите голову на подставку. Инструкции по точному выполнению каждой асаны подробные и довольно сложные. Хотя для следования инструкциям вы должны сосредотачиваться, никогда не забывайте о дыхании. С самого начала до конца каждой позы ваше дыхание должно быть стабильным, ровным и ритмичным. Устойчивое дыхание дает устойчивый ум. Стоячие позы В школе Айнгара стоячие позы считаются самыми фундаментальными. Они дают сил, энергию и прочную основу для всех остальных поз. Тадасана – поза горы Тадасана – это самая важная стоячая поза. Все стоячие позы начинаются и заканчиваются тадасаной. Это ключевая поза, потому что принцип осанки в тадасане используется во всех остальных позах. Встаньте прямо и соедините ступни вместе с пятки до пальцев. Растяните подошвы от центра ступней до больших пальцев, чтобы большие пальцы ног плотно всей нижней поверхностью лежали на полу. Растяните пятки назад от центра ступней. Расправьте стопы поперек и вдоль. Помните о центральной линии тела. Поднимите внутренние лодыжки, чтобы поднять прогиб стоп и распределить вес тела равна на все четыре угла каждой стопы. В четыре угла стопы это плоскость большого пальца, плоскость мизинца, внутренняя и внешняя часть пятки. Поставьте ступни плотно на пол, напрягите бедра и растяните ноги вверх от прогиба стоп кверху. Поверните ноги внутрь, чтобы центральная линия каждой ноги смотрела прямо. Повернув ноги внутрь, растяните задние мышцы до пяток, отведя бедра назад. Центр верхних частей бедер должен быть вертикален лодыжкам. Фиксируя бедра, напрягите верхнюю часть бедер и выдвините крестец вперед в направлении лобковой кости. Растяните грудную клетку вверх вместе с ключицами и грудной клеткой, чтобы плечи стали более квадратными. Отведите плечи назад и расправьте грудную клетку. Расправьте ключицу, отведя руки и лопатки назад и вниз. Растянитесь до стоп, от ног до спины. Горло должно быть мягким и открытым. Расслабьте глаза и смотрите прямо. Дыхание свободное и ровное. Каждый вдох наполняет вашу голову и ум покоем и прохладой. Каждый выдох наполняет чувством удовлетворения вашу позу. Аврикшасана. Поза дерева. Из положения стоп в тадасане встаньте ровно на четыре угла каждой стопы и распределите нагрузку ровно на позвоночный стоп. Прочно опершись на левую ногу, согните правую в колени в сторону и поднимите стопу до верхней части бедра. Расположите подошву по центру левого бедра с пальцами, смотрящими вертикально вниз. Слегка отведите назад задние мышцы паха, так чтобы таз был ровным. Левая нога должна стоять в позиции тадасаны. Отводя верхнюю часть левого бедра назад, напрягите ягодицы, сведя их вместе. И прижмите опорную ногу к левой стопе. В то же время нажмите правой пяткой опорную ногу и отодвиньте правое бедро в сторону, растягивая его от паха до колена. Одинаково сведя ягодицы внутрь, растяните переднюю часть торса от лобковой кости кверху. Поддерживая прочное положение в опорной ноге, сомкните лопатки в спине и растяните руки в стороны. Поверните руки ладонями кверху. До конца разогните руки в локтях и поднимите руки над головой. Соедините ладони вместе. Прижмите предплечья друг к другу и до конца вытяните руки, подняв ребра. Чтобы сохранить равновесие, дышите ровно, а верхнее левое колено должно быть прочно закреплено. Для выхода из позиции, на выдохе медленно с одинаковой скоростью опустите руки и ногу вниз. Соедините ступни. Растягивая правую ногу, поднимите левую ногу под верхнюю внутреннюю часть правого бедра. Правая нога должна стоять в тадасане. Нужно напрячь бедра и отвести левое бедро от области паха до колена. Не давите кости таза вперед и не поднимайте левое бедро выше правого. Следя за поведением бедер, вытяните руки над головой и соедините ладони вместе. Ровно растяните задние и передние мышцы рук и поднимите грудную клетку. Сведите лопатки и поднимите ключицы, не позволяя ложным ребрам выпячиваться вперед. Постоянно поддерживайте прочность в ногах и бедрах. Дышите ровно. На выдохе опустите руки и ногу с одинаковой скоростью. Эта асана позволяет развивать равновесие, осанку и устойчивость тела. Буддхита Триканасана, поза треугольника. Соедините стопы в тадасане. С глубоким вдохом соедините руки над головой и прыжком отведите их в стороны. Лодыжки должны быть примерно под запястьями. Поднимите грудь. Поверните левую стопу слегка внутрь, а правую ногу разверните наружу на 90 градусов. Правая пятка должна смотреть в центр прогиба левой стопы. Плотно поставьте правую стопу и разверните правую ногу наружу так, чтобы центр бедра совпал с центром правой стопы. Разверните бедра, растяните руки и выровните корпус, чтобы таз был в одной плоскости с грудной клеткой. Нажав левой пяткой на пол, нагнитесь в сторону правого бедра и равно растяните обе стороны торса вправо. Прикоснитесь к полу или к опоре и растяните левую руку с ладонью, смотрящей вперед. Поверните внутренние стороны бедра внутрь и вберите правую ягодицу. Отведите плечи назад, руки должны быть на одной плоскости с правой ногой. Поворачивайте торс кверху. Отведите слегка голову назад и посмотрите на левую руку. Растягивая левую руку и правую ногу, на вдохе поднимайтесь. Поверните ступни параллельно и теперь разверните левую ступню на 90 градусов, а правую слегка внутрь. Большой палец левой ноги, а также пятка должны давить на пол. Разверните правое и левое бедро наружу. Распределите обе части живота ровно, чтобы таз располагался на одной плоскости с ногами. Прижав правую пятку к полу, на выдохе согнитесь к левой ноге, растянув обе стороны торса. Вытяните левую руку, поставьте ее на пол или на подставку. Растяните вверх правую руку. Отведите верхнюю часть бедра назад и сведите ягодицы внутрь, направив левую ягодицу вперед. Закрепите верхнюю часть левой ноги глубоко в ягодицы и расправьте левую часть грудной клетки в сторону подмышки. Поднимите грудь, разворачивая левую руку наружу так, чтобы внутренняя часть локтя смотрела в ту же сторону, что и стопа. Еще выше, вытянув руки, сведите лопатки и поворачивайте торс кверху. Слегка отведите голову назад и посмотрите на правую руку. Растянув полностью руки и ноги, на вдохе поднимайтесь. Поставьте стопы параллельно и на прыжке поставьте стопы вместе. Хотя стоячие позы, как правило, требуют напряжения и многих усилий, особенно в начале, поддерживайте дыхание мягким и прохладным. Поддерживайте баланс правильного выполнения позы с радостью и внутренней открытостью. Бутхита Парджаканасана Поза удлиненного угла Встаньте в тадасану На глубоком вдохе в прыжке расставьте ноги на 105-120 см, вытянув руки в стороны. Поверните правую стопу слегка внутрь, а левую ногу наружу на 90 градусов, чтобы центр правого колена смотрел на центр правой стопы. Пятка правой ноги должна смотреть в центр изгиба левой ноги. Поднимите таз вверх и ровно распрямите стороны торса кверху. Поддерживая левую ногу в прямом положении, на выдохе согните правую ногу на 90 градусов и вытяните торс вправо, поместив кончики пальцев на пол или на опору рядом с лодыжкой. Опустите бедро горизонтально и поместите колено непосредственно над пяткой. Поднимите ключицы и отведите левое плечо назад, поверните руку. Ладонь поверните вверх, а затем растяните руку над головой, ладонью вниз. Отведите левое бедро назад и поверните правую ягодицу внутрь и вперед. Поддерживая левое бедро сзади, растяните правое бедро вниз от паховой области до колена. Растяните левую грудную клетку от бедра до ключицы. Сведите лопатки на спине и поверните грудную клетку вверх. Слегка отведите голову и посмотрите вверх. Используя силу отведенной ноги и верхней руки, вдохните и поднимитесь. Распрямите правую ногу и поставьте в исходное положение. Слегка поверните левую ногу, а правую на 90 градусов. С прямой правой ногой на выдохе согните левую ногу и равно растяните обе стороны торса к левой ноге. Поставьте кончики пальцев на пол или на опору рядом с лодыжкой. Отведя плечи назад, растяните правую руку над головой ладонью вниз. Затем поверните левую руку и сожмите вместе предплечье и голень. Теперь отведите назад правое бедро и сведите ягодицы, а левую ягодицу направьте вперед. Прижмите левую пятку к полу и растяните левое бедро от паха до колена. В то же время поднимите правую внутреннюю лодыжку и прижмите мышцы правого бедра к бедру. Зафиксируя пятку отведенной ноги, растяните левую сторону запястья в сторону верхней части левой груди. Вращайте верхней грудью и постарайтесь посмотреть вверх. Растягиваясь от отведенной ноги, поднимитесь на вдохе. Поверните стопы параллельно и в прыжке соедините стопы. Нет такого понятия, как верная или неверная поза. Есть только вопрос большего или меньшего сознания или разума, выраженного в каждой позе. Точное выполнение равновесия и правильные отношения в каждой позе дают возможность для выражения божественного сознания. Вирабадрасана 2. Поза воина. Встаньте в тадасане. На глубоком вдохе с прыжком поставьте ноги на расстоянии 105-115 см. Расставьте руки в стороны. Слегка поверните внутрь левую стопу, а правую разверните на 90 градусов. Растягивая ноги, поверните верхние части бедер наружу. Подтяните копчик внутрь. Ровно растяните мышцы с живота и выровняйте таз. Поддерживая равновесие в тазе и в груди, выправив спину и прочно установив левую ногу на выдохе, согните правую ногу на 90 градусов. Бедро должно быть горизонтально пола. Левое бедро должно быть развернуто кверху. Отведя верхнюю часть бедра левой ноги назад, вберите ягодицы внутрь и вверх. Нажмите правой пяткой на пол и растяните внутреннюю часть правого бедра от паха до колена. Колено должно смотреть на середину стопы. Поддерживая вес на внешней стороне правой пятки, направьте правую ягодицу и грудь вперед. Отведите лопатки назад и расправьте грудную клетку. Сильно растяните левую руку и посмотрите поверх правой руки. На вдохе поднимитесь. Поверните стопы. Руки должны оставаться поднятыми. Поверните слегка правую стопу внутрь, левую отведите на 90 градусов. Растяните ноги и уравновесьте таз, распрямив обе стороны живота. Напрягите левое бедро и поднимите его, выравнивая таз, и на выдохе согните ногу в колени. Бедро должно быть горизонтально поло, а правая рука должна тянуться в противоположном направлении. Поддерживая правую ягодицу в положении назад, вберите ягодицы внутрь. Поставьте пятку вытянутой ноги плотно на пол и подайте левую ягодицу и грудную клетку вперед. Левое колено должно смотреть в середину стопы. Зафиксируя позу, поднимите внутреннюю лодыжку правой стопы и внутреннюю часть правого бедра вверх. Поднимите грудь, поворачивая голову и вытягивая левую руку. Нажав внешней стороной пятки правой ноги, выдохните и поднимитесь. Поверните стопы параллельно и на прыжке сомкните ступни. В йоге мы используем тело, которое считается известным, чтобы обнаружить дух внутри, который, как правило, считается неизвестным. В каждой позе мы движемся извне внутрь, от известного к неизвестному. Затем, из неизвестного, из центра нашего бытия, мы возвращаемся обратно в мир известного. Вирабадрасана номер один Поза война Соедините стопы в тадасане На глубоком вдохе расставьте в прыжке ноги на 105-120 сантиметров Растягивая ноги, вращайте руками глубоко в гнездах, чтобы ладони смотрели вверх. Раздвиньте ключицу и поднимите руки над головой, поднимая грудную клетку вверх. Сожмите предплечье вместе и соедините ладони. Поверните левую ногу глубоко внутрь, вращая левым бедром с той же скоростью, что и ногой. Затем поверните правую ногу на 90 градусов. Пятка правой ноги смотрит в центр изгиба левой стопы. Растяните левую ногу, чтобы задняя пятка была как следует закреплена. Затем поверните бедро правой ноги внутрь и поворачивайтесь торсом к правой ноге. Поднимите переднюю часть таза вверх. Поддерживая заднюю ногу прямой, на выдохе согнитесь глубоко к правой ноге. Пусть правая ягодица потяжелеет, чтобы бедро было параллельно полу, а передняя часть голени вертикально. Прижав пятку задней ноги к полу, вращайте левым бедром еще дальше, вперед, чтобы левая ягодица отодвигалась от копчика. Нажмите передней пяткой на пол и поднимите переднюю часть таза. Затем нижнюю часть бедра нужно ввести к крестцу. Поднимите ребра по мере вытягивания рук вверх. Верхние предплечья должны быть вертикальными, локти закреплены. Сведите лопатки и поднимите их кверху, чтобы поднять верхнюю часть груди. Отведите голову назад и посмотрите на руки. Растягивая руки на вдохе, поднимитесь. Поставьте стопы параллельно и растяните руки в стороны. Повернитесь на другую сторону, правая стопа должна смотреть глубоко внутрь. Левую ногу поверните на 90 градусов. Поворачивая торсом к левой ноге, поверните бедро вытянутой ноги. Коленная чашечка правой ноги должна быть поднята, а нога распрямлена. На выдохе согните левую ногу под прямым углом. Растягиваясь с пятки, вращайте правое бедро вперед, чтобы правая ягодица отошла от крестца. Продолжайте поворачиваться влево, чтобы пупок находился на одной линии с внутренней частью левого бедра. Опустив левую бедренную кость, нажмите пяткой левой ноги и поднимите таз и переднюю часть груди вперед. Нижнюю часть левого бедра вберите внутрь в сторону крестца. Задняя нога должна быть выпрямлена, растяните руки вверх и поднимите ребра. Поднимите верхнюю часть груди и отведите голову назад. Нажимая пяткой правой ноги, поднимитесь на вдохе. Повернитесь к центру и с прыжком поставьте ступни вместе. К йоге следует приступать с верой, преданностью, дисциплиной и энтузиазмом, особенно в начале. Регулярная практика с этими добродетелями в конечном счете ведет к асана-джайе, или победе над асанами, когда уже не нужно прилагать усилия, и ум погружается в безграничное. Утттанасана. Наклон в стоячей позе. Поставьте ноги слегка шире, чем на уровне ягодиц. Параллельно поставив ступни, вытяните большие пальцы ног и отведите пятки назад. Поместите руки на бедра. С вдохом нажмите на пятки и растяните спину и грудь равномерно. Затем, с выдохом, согнитесь вперед от бедер. Прикоснитесь к полу пальцами. Если вы не можете коснуться пальцами пола, слегка согните колени. Нажмите пятками на пол и поднимите бедра ягодиц вверх, чтобы расправить ноги. Если вы по-прежнему не можете прикоснуться к полу, положите руки на опору. Поверните верхние части бедер внутрь, разведя ягодицы и подняв их. Растяните переднюю часть торса и опустите вниз. Продолжайте нажимать пятками, слегка подайте таз вперед, чтобы он ровно висел над вашими лодыжками. Растягивайте мышцы от ягодиц до пяток, поднимая коленные чашечки вверх к бедрам. Нажимая внутренней частью стоп, поднимите внутренние лодыжки и поднимите внутреннюю часть бедер вверх. Зафиксировав позу, отведите лопатки назад и вытяните предплечье по стопам и вниз. Тяните ребра вниз от ягодиц до подмышек. Расслабьте живот и дышите ровно. Расслабьте голову и позвольте голове повиснуть. Поместите руки на бедра. На вдохе поднимитесь. Арда Чандрасана, поза полумесяца. Соедините стопы в тадасане. На глубоком вдохе в прыжке расставьте ноги на 105-120 см. Растяните ноги и поднимите спину. Слегка поверните левую ногу внутрь, поверните правую ногу наружу на 90 градусов. На выдохе встаньте в Триконасану на правую сторону. Растяните полностью ноги и спину и поверните туловище вверх. Дышите ровно. Поместите левую руку на бедро. На выдохе согните правую ногу. Поворачивая торс, сделайте маленький шаг левой ногой и вытяните руку на 35 см. Мизинец ноги должен смотреть на большой палец руки. Поднимите левую ногу и вытяните ее к горизонту. Затем распрямите правую ногу. Растянув опорную ногу, удерживайте колено в прочном положении. Нажмите большим пальцем ноги и разверните правое бедро наружу. Вытяните левую руку вверх. Растяните заднюю ногу от пятки. Поддерживая эти положения, вберите крестец внутрь и вращайте левым бедром вверх. Поверните правую лопатку в сторону легких и вращайте грудью вверх. Если возможно, повернитесь, чтобы посмотреть на руку. На выдохе медленно согните правое колено и осторожно поместите левую стопу на ее исходное положение на полу. Проверьте расстояние и расположение ступней. Распрямите ноги и вернитесь к триконасане. На вдохе поднимитесь, ноги должны оставаться прямыми. Повернитесь на другую сторону. Правая нога смотрит внутрь, левая в сторону. Вдохните и расправьтесь. На выдохе займите позицию в триконасане. Поместите правую руку на бедро. Поворачивая торсом вверх и подняв грудь, выдохните и согните левое колено. Сделайте небольшой шаг правой ногой и вытяните левую руку вперед. Мизинец должен смотреть на большой палец руки. Поднимите правую ногу к горизонту и поднимите верхнюю часть левой ноги вверх, распрямляя ее. Вытяните правую руку вверх. На задней ноге растяните мышцы внутренней пятки до основания большого пальца. Не двигайте правой голенью. Втяните левую ягодицу и поверните вверх правое бедро. Растяните отведенную ногу равномерно, чтобы она не опускалась и не была поднята слишком высоко. Слегка отведите назад голову и сведите лопатки назад. Поверните грудь кверху. Наконец, поверните голову и посмотрите вверх. На выдохе согните левое колено и медленно вернитесь в триконасану. Ноги прямые, на вдохе поднимитесь. Поставьте стопы параллельно и сведите ноги в прыжке вместе. Если вы не можете распрямить опорную ногу, когда ваша рука прикасается к полу, то обопритесь на опору. Точные и подробные описания поз в йоге Айнгара позволяют нам лучше распространить свет нашего сознания в каждую клетку и в каждую часть нашего тела. Излучайте свет в каждой позе, поклоняясь вселенскому сознанию. Париврита Триконасана. Поза изогнутого треугольника. Соедините ступни в тадасане. На выдохе в прыжке расставьте ноги на 105-120 сантиметров. Расставьте руки в стороны. Поверните левую стопу глубоко внутрь, а правую ногу на 90 градусов наружу. Пятка передней ноги должна смотреть в центр дуги задней ноги. Поворачивайте левое бедро по кругу вперед, а кости таза должны двигаться от копчика. А внешнее правое бедро должно поворачиваться назад. Таз должен смотреть вперед. Прижмите левую пятку к полу и на выдохе согнитесь, вращая левую сторону торса к передней ступне. Прикоснитесь к полу или к кирпичику кончиками пальцев левой руки. Вытяните прямо вверх правую руку, расправляя клетку груди. Прижмите большой палец ноги и пятку правой стопы к полу. Бедро отставленной ноги нужно разворачивать назад. Растягивайте левую ногу. Голова и оба плеча должны располагаться в одной плоскости с передней ногой. Отведите слегка голову назад и повернитесь, чтобы посмотреть на правую руку. Сдавите ягодицы вместе, левую сторону задних ребер втяните внутрь, чтобы спина еще больше повернулась вправо. Как следует растяните ноги и на вдохе поднимитесь. Поверните ноги и стопы и разведите руки в стороны. Поверните внутрь правую ногу, левую на 90 градусов. Ноги должны быть прямыми и устойчивыми. Вращайте таз к передней ноге. Бедра должны быть сгруппированы, а задняя нога должна тянуться назад и вниз. Нагнитесь над передней ногой и поверните торс влево. Прикоснитесь к полу или опоре пальцами правой руки. Прижав большой палец ноги, отведите левое бедро назад, а правое поверните вперед. Сожмите ягодицы вместе и подберите задние правые ребра, а голову и плечи выровняйте в одной плоскости с передней ногой. Растяните руки в стороны и еще больше поверните правую сторону груди к потолку. Поднимите правую грудь и посмотрите на руку. Ноги должны быть напряжены и должны прочно стоять на полу. Поднимитесь на вдохе. Поставьте ступни параллельно друг к другу и поставьте ноги вместе с прыжком. Благодаря сбалансированным движениям в этой позе, одна часть тела интегрируется в другую. Поэтому сознание в равной степени распространяется по телу. Каждая часть тела полностью участвует в выполнении позы. Не так, что какая-то часть недорабатывает, а какая-то перерабатывает. Парш-воттанасана. Сильный прогиб над одной ногой. Встаньте в тадасану. Сложите руки в обратном намасте, заведя руки за спину и стараясь вытянуть их как можно выше между лопатками. Поднимите вверх ребра и ключицы, пока плечи не станут квадратными. Отведите плечи назад и соедините ладони вместе, растягивая пальцы вверх. Сдавите локти вместе, расправляя плечи и ключицы. Не опуская ребра и ключицы, опустите лопатки вниз и вберите их в спину. Если это положение намасте слишком сложно, то просто держите локти или запястье за спиной, не складывая их в намасте. Теперь вдохните и расставьте ноги на 105-120 см. Разверните правую ногу на 90 градусов, передняя пятка пусть смотрит в центр прогиба задней ноги. Поставьте таз перпендикулярно правой ноге, поворачивая левое бедро вперед, а правое отводя назад. Растяните правую ногу и протяните левую ногу назад и вниз, зафиксировав пятку. Сожмите ягодицы и тяните переднюю часть торса вверх, прогибаясь назад в верхней части спины. Отведите голову назад и посмотрите вверх. Продолжая держать подбородок и грудь поднятыми на выдохе, нагнитесь вперед над правой ногой. Нажав ступнями, равно растяните обе ягодицы назад и вверх, чтобы таз оставался ровным и квадратным впереди. Затем прижмите бедренные кости к тазу и поверните левые ребра к верхней части правой груди, чтобы торс был более центрирован над правой ногой. Поднимите локти, расправьте грудь и направьте лопатки к пояснице. От ягодицы растяните туловище и опустите подбородок на голень. Поддерживая ноги прямыми, на вдохе поднимитесь. Руки должны оставаться в обратном на мосте. Повернитесь к центру, а затем разверните стопы в другую сторону. Поверните правую ногу внутрь глубоко, а левую ногу на 90 градусов. Поворачивайте правое бедро вперед, а левое назад, чтобы выровнять таз. Растягиваясь к вытянутой правой пятке, напрягите ягодицы и поднимите переднюю часть таза. Опустите копчик глубоко вниз и растяните спину вверх, чтобы согнуть верхнюю часть спины. Прогнитесь и посмотрите вверх. Не опуская подбородка и груди, на выдохе протянитесь вперед над левой ногой. Нажав стопами, отведите верхние части бедер назад. Равно растяните обе ягодицы вверх и назад, чтобы выровнять таз. Чтобы лучше выровнять торс над левой ногой, нажмите правой пяткой и поверните правую сторону ребер в сторону верхней груди. Поднимите локти, расправьте грудь и сведите лопатки в верхней части спины. Ровно растяните обе стороны торса вперед от таза. Наконец, растяните от ягодиц голень и ногу. Не сгибая ног, на вдохе поднимитесь. На выдохе повернитесь к центру, поставьте стопы параллельно и в прыжке поставьте ноги вместе. Опустите руки по швам. Если в этой позе сложно держать равновесие, или вы хотите лучше управлять бедрами, поставьте руки на пол по обе стороны передней ноги. Если руки и ноги не сгибаются, то поместите руки на опору или на стул. В йоге мы хотим полностью раскрыть и расширить сознание тела. Однако равновесие и гибкость основаны на силе и стабильности. Это одна из причин, почему мы так прилежно работаем над мышцами в связке с костями в различных позах, особенно стоячих. Просарита падаттанасана. Широкая стойка с наклоном вперед. Встаньте в тадасану. Положите руки на пояс. С глубоким вдохом расставьте в прыжке ноги на 105-120 см, ступни параллельно. Прижмите плотно в внешнюю сторону подошв к полу и растяните ноги. Вдохните, поднимите боковые ребра и оттяните плечи назад. На выдохе наклонитесь и положите руки на пол на одной линии между ступнями. Мизинцы должны быть параллельны друг к другу. Нажмите руками на пол и выпрямите руки. Вдохните, поднимите и раздвиньте ягодицы и вогните нижнюю часть спины. Отведите бедра назад, вытянитесь и посмотрите вверх. Дышите свободно. Кости ягодиц должны быть на одной линии с пятками. На выдохе согните локти и опустите макушку головы на пол. Отодвиньте руки назад, пока предплечья не будут вертикальны. Нажмите мизинцем и большим пальцем на пол, чтобы плечи были параллельны друг к другу. Поднимите лопатки к пояснице. Затем, нажав внешней поверхностью стоп, поднимите внутренние лодыжки и поднимите внутренние части бедер вверх. Ноги должны быть прямыми и упругими. Зафиксировав большие пальцы ног, раздвиньте внутренние части бедер друг от друга. Расслабив мышцы спины, продолжайте поднимать плечи. Дышите свободно и ровно. Чтобы подняться, поставьте руки на бедра, прижмите ступни к полу и растяните ноги, вдохните и поднимите торс. Сдвиньте немного ступни, чтобы легче было прыгнуть и поставить ноги вместе. По мере регулярной практики асан, сохраняя дисциплину, внимательность и преданность Абсолюту, переживайте испытания и неудачи с чувством спокойствия и удовлетворения. Вирасана. Поза героя. Опуститесь на колени и руки. Сомкните колени и расставьте ступни на ширину ягодиц. Руками расплющите икроножные мышцы, чтобы количество мышц с правой и левой стороны голени было одинаковым. Затем руками разгладьте мышцы икр к пяткам, отводя руки по мере того, как вы садитесь между ногами. Если ягодицы не касаются пола, то сядьте на одеяло, положив его между ступнями. Руками поверните мышцы бедер внутрь. Затем сместите ягодицы назад и в стороны. Также освободите кожу от голени до колена. Растяните внешнюю и внутреннюю поверхность стоп назад, чтобы стопы не обхватывали ягодицы и не расходились в стороны. Руками поправьте стопы, если есть необходимость. Вытяните назад пальцы ног, особенно мизинец. Сожмите внешнюю часть голени и лодыжек к центральной линии тела, чтобы пятки прикасались к бедрам. Опустите кости ягодиц, втягивая крестец и поднимая его кверху. Не отрывая ягодицы от пола, вытяните переднюю часть таза вверх. Поднимите стороны груди и ключицы, чтобы плечи стали квадратными. Не опуская груди, поднимите задние ребра, вобрав внутрь лопатки. Вытянитесь в небо и смотрите прямо. Если в коленях чувствуете боль, то подкладывайте одеяло столько, сколько нужно, чтобы устранить эту боль. Бедро должно растягиваться, но без боли в коленях. Если в ступнях почувствуете боль, то подкладывайте свернутое полотенце под ступни. Сложите руки в замок и протяните их над головой. Сведите плечи друг к другу, чтобы бицепсы касались ушей. Вытягивайтесь как можно выше, тянитесь основаниями указательных пальцев вверх. Не позволяйте ложным бедрам выпячься вперед, когда вы впираете нижнюю сторону лопаток в спину. Ответите голову слегка назад, чтобы уши были на одной линии с плечами. Дышите ровно и смотрите прямо. Расслабьте язык и глаза. На выдохе освободите руки. Чтобы выйти из вирасана, слегка наклонитесь влево и обхватите правую лодыжку. Правая стопа должна оставаться рядом с ягодицей и колено близко к груди, когда ставите правую стопу перед собой. Поставьте стопу на пол, а затем расслабьте ее, отведя ее в сторону. Наклонитесь вправо и достаньте левую ногу. Поставьте ее близко к ягодице на пол. Теперь расслабьте эту ногу, отведя ее в сторону. Наконец, вытяните ноги вперед. Изгибы спины. Прогибы спины считаются самыми энергичными, насыщающими и часто наиболее трудными из всех поз. Поэтому не практикуйте этот раздел независимо от других асан в этом видео. Экапада бекасана. Поза одноногой лягушки. Лягте на пол лицом вниз. Положите ноги параллельно и слегка разведите их. Поверните ноги внутрь, чтобы они залежали на самом центре верхних мышц. Вытяните ровно пальцы, чтобы стопы были параллельны. Поднимитесь на ваше левое предплечье. Поставьте ваше левое предплечье параллельно с ключицей и в одной плоскости с плечом. Согните правую ногу, пусть она будет расслаблена сначала. Вытяните правую руку и хватите стопу со стороны большого пальца. Большой палец руки смотрит вверх. Согните локоть к потолку и надавите на стопу. Поверните свою руку на стопе, чтобы пальцы смотрели в том же направлении, что и пальцы ног. Направьте внутренний край стопы к внешнему бедру. Пытайтесь поскрести внутренней пяткой об внешнюю поверхность бедра. Растяните бедро от туловища до колена и не давайте ногам разъезжаться в стороны. Вытягивайте оба бедра в направлении таза. Нажмите основной частью бедра около колена на пол. Давите правой стопой на руку, чтобы бедро сильнее давило на пол. Напрягите середину ягодицы и подожмите копчик в сторону лобковой кости. Ровно растяните живот и нижние ребра от таза. Поднимите плечи вверх и назад и нажимайте нижнюю частью лопаток в спину, чтобы поднять грудь. На выдохе медленно освободите стопу. Если бедро тугое и положение рук очень неудобно, тогда ухватитесь за внешнюю сторону стопы. Поменяйте места. Поднимитесь на правое плече. Вытяните ровно обе ноги. Убедитесь в том, что ноги параллельны. Согните левую ногу, расслабьте. Вытяните руку и хватите ее. Левая рука обхватывает стопу со стороны большого пальца. Большой палец смотрит вверх. Согните локоть и нажимайте на стопу, подводя ее к бедру, чтобы пальцы смотрели в том же направлении, что и пальцы ног. Растяните внешнюю часть бедра до колена, чтобы бедра не шатались. Нажимайте на стопу так, чтобы внешняя, внутренняя пятка была на одной линии с левым бедром. Нажмите основание бедра на пол и оказывайте сопротивление стопой руке. Напрягите середину ягодиц и вберите копчик. Выведите живот и грудную клетку вперед от таза. Поднимите плечи вверх и назад и нажмите нижней частью лопаток в спину, чтобы поднять грудь. На выдохе медленно освободите стопу. Урдва мукха шванасана. Поза собаки, смотрящей вверх. Лягте лицом вниз и поставьте ладони на пол рядом с грудью. Локти не должны расходиться, а пальцы рук должны смотреть вперед. Расставьте стопы на 10 сантиметров в стороны. Поверните бедра и голени, чтобы они лежали на центре верхних мышц. Ровно растяните большие пальцы, чтобы стопы были параллельны друг к другу. Напрягите верхнюю часть колена и вытяните ноги назад. Поднимите грудь и ключицы, вытянув их от поясницы, чтобы плечи стали квадратными. Затем поднимите плечи от пола, чтобы нижней частью лопатки прижались к спине. Поднимите голову, а затем грудь. На вдохе разверните плечи наружу и вытяните руки вверх, подняв таз, бедра и колени всего на несколько сантиметров от пола. Подведите таз вперед, приблизив его к запястьям. Нажав верхней частью стоп на пол, поднимите бедра и прижмите внутренние части голени друг к другу. Поднимая бедра из центра ягодиц, берите копчик. Нажмите руками на пол и поднимите плечи вверх, чтобы руки встали вертикально. Вперите глубоко в спину лопатки, и по мере того, как поднимается грудь, запрокиньте голову назад и посмотрите вверх. На выдохе согните руки и опуститесь. Сделайте несколько медленных ровных вдоха и отдохните. Если плечи и спина не гнутся, то поставьте руки на опоры. Снова расположите руки у груди, вытяните ноги назад. И поднимите колени. Сделайте плечи квадратными и поднимите плечи вверх. Вдохните, поднимите голову, поднимите грудь, таз и колени. Растягивайте грудь по мере того, как втягиваете тело вперед. Поднимите заднюю часть коленей и икр в сторону потолка. Прижмите голени друг к другу и ровно растяните пальцы и пятки. Не опуская ног, втяните копчик внутрь. Затем, разгибая руки вверх, напрягите верхнюю часть плеч, чтобы вытянуть плечи назад в вертикальную линию над запястьем. Втяните лопатки глубоко в спину и поднимите верхнюю часть груди. Запрокиньте голову и посмотрите вверх. На выдохе согните руки и медленно опуститесь. Уштрасана. Поза верблюда. Опуститесь на колени, раздвинув их на ширине ягодиц. Вытяните свои стопы и голени, чтобы они были параллельны. Положите руки на заднюю часть поясницы. Ровно растяните внешнюю и внутреннюю поверхность стоп и напрягите икры, направляя их друг к другу. Нажмите голенями и стопами на пол и растянитесь по всем сторонам бедра и торса. Поддерживая вертикальное положение бедер, сожмите ягодицы, подав копчик вперед. Поддерживая ягодицы в напряжении, вдохните и растяните грудь. На выдохе сведите лопатки и прогнитесь назад. Откиньте голову. Опустите руки к стопам и положите пальцы на стопы. Сильно отдавите голенью и стопами на пол и направляйте копчик вперед. Поднимайте задние ребра как можно больше. Разверните внешнюю поверхность локтей наружу и глубоко вберите лопатки внутрь, еще больше расширяя грудь. Чтобы подняться, сильно нажимайте стопами и голенью на пол и используйте мышцы спины и ягодиц, чтобы подняться. Не опускайте грудь и голову. Чтобы отдохнуть, опуститесь на пятки. Последняя поза совершается со стопами и ногами, сведенными вместе. Это измененный вид асаны. Чтобы облегчить позу, пользуйтесь опорами. Также ставьте руки на пятки, поставленные на носки. Так вы облегчите выполнение этой асаны. Сету Банда Сарвангасана Поза моста Лягте на спину. Если у вас есть проблемы с шеей, то используйте как минимум два сложных одеяла, подкладывая их под плечи. Согните колени и поставьте стопы у ягодиц. Голени должны стоять вертикально. Стопы должны стоять параллельно и не шире, чем наружные края бедер. Поднимите ключицы и слегка поднимите плечи к ушам, чтобы сделать плечи более квадратными. Поверните плечами наружу, чтобы ладони повернулись вверх и заведите плечи под спину. Поверните бедра внутрь, чтобы ноги были параллельно, а ягодицы лежали на полу. Пусть в пояснице будет естественный прогиб. Прижмите пятки и поднимите бедра. Скрепите руки в замке под спиной и подведите плечи под спину. Затем сделайте несколько шажков к плечам, чтобы голени были вертикальными. Нажмите большими пальцами и поверните бедра внутрь, удерживая бедра в параллельном положении и вытягивая их от таза к коленям. Нажмите на пятки и поднимите копчик вверх. Не поднимайте ягодицы слишком высоко. Положите плечи на пол и максимально поднимите боковые ребра и грудь. Грудь должна быть поднята. Подбородок должен упираться в нее. Корло должно быть мягким. Чтобы опуститься, не опускайте грудь и сохраните естественный прогиб в пояснице. Опускайтесь медленно. Не заворачивайте ягодицы под спину на спуске. Дышите медленно. Высвободите руки и отдохните. Снова поставьте ноги параллельно. Поднимите ключицы, сделав плечи квадратными. Поверните плечами наружу, завернув их под спину. Нажмите пятками, выдохните и поднимите бедра. Скрепите руки под спиной и заведите плечи под спину. Поднимите ягодицы и боковые ребра. Затем передвиньте ногами к плечам, чтобы колени стали параллельно. Распределите вес на больших пальцах ног и внутренних пятках. Поверните бедра внутрь, сделав их параллельными. Поместите плечи на пол и поднимите ребра и грудь выше. Напрягите заднюю часть бедер под ягодицами. Поднимите копчик как можно выше. Плотно прижав к полу пятки, растяните бедра к коленям, а грудь поднимите к подбородку. Чтобы опуститься, освободите руки и на выдохе медленно выровняйте таз. Сохраните естественный прогиб, опускаясь. Урдва-данурасана. Поза перевернутого лука. Как и в предыдущей позе, сатте-бандасана. Лягте на спину. Согните колени и поставьте стопы рядом с ягодицами. Равномерно распределите вес на всей поверхности стоп. Положите ладони под плечи. Пальцы должны указывать в сторону стоп. Сведите предплечье друг с другом и придайте больше веса большим и указательным пальцем рук. Кости плеча должны быть параллельны. Нажмите внутренней поверхностью стоп на пол и на выдохе поднимите бедра и боковые ребра. Нажимайте стопами и руками одинаково и откиньте голову назад, чтобы подняться на руки и на голову. Затем энергично заведите лопатки назад в спину, чтобы поднять торс от пола. Растянитесь вверх. Сведите руки вместе, чтобы они распрямились, а грудь поднялась. Сильно нажимайте пятками на пол, а бедра поверните внутрь. Напрягите заднюю часть бедер и поднимите максимально копчик. Чтобы опуститься, слегка согните руки и медленно опуститесь на макушку головы. Затем заведите подбородок к груди и медленно опустите бедра на пол. Сделайте несколько медленных ровных вздохов. Отдохните. Если вам сложно подняться, то положите свои руки на кирпичики или плотно свернутое одеяло у стены. Приготовьтесь снова подняться в урдва-данурасане. Расположите стопы аккуратно рядом с ягодицами, а руки у плеч. Растяните большие пальцы ног и старайтесь направлять голени друг к другу, чтобы бедра были параллельными. Подобным образом растяните пальцы и сводите предплечья друг к другу, чтобы плечи были параллельными. На выдохе нажмите ногами и руками на пол и поднимите бедра и поясницу над полом. Заведите голову и встаньте на макушку. Энергично отведите лопатки от шеи и шагните руками к стопам. Садите предплечье вместе и вытяните спину. Поднимитесь в урдва-данурасане. Поза моричи. Полностью опустите правую ягодицу и зафиксируйте вытянутое бедро. Вдохните по мере того, как поднимаете верхнюю часть груди вверх. На выдохе поворачивайтесь вправо. Сначала поверните на правую лобковую кость, затем пупок, диафрагму и грудь. Посмотрите поверх правого плеча. Поднимите правую часть ребер, когда поворачиваете левую почку внутрь и вверх к правой груди. Поверните левые ребра вперед и направо. С каждым вдохом поднимайтесь выше, а с каждым выдохом поворачивайтесь еще больше. Поднимите верхнюю грудь и оттяните плечи назад. Слегка поднимите подбородок. На выдохе медленно освободитесь от позы и вернитесь в дандасану. Согните левое колено, поставьте стопу у паха, прикасаясь к правому бедру. Нажмите правой ногой на пол, чтобы правая стопа и колено смотрели вертикально вверх. Заведите левую руку за бедро, а правую положите на левое колено. Слегка отклонитесь и заведите низ живота влево. Опустите правый локоть глубоко за левую ногу так, чтобы было небольшое пространство между подмышкой и бедром. Поверните предплечьем, чтобы рука смотрела вверх. Поворачивайте поясницу внутрь и поднимайте вверх. На вдохе растягивайте спину. На выдохе поворачивайтесь влево, начиная поворот из нижней части спины. Поверните лобок влево. Затем пупок, диафрагму и грудь. И, наконец, голову. С каждым вдохом поднимитесь. С каждым выдохом поворачивайтесь больше. Зафиксируйте вытянутую ногу и нажимайте коленом на руку. Давите рукой, чтобы поворот был более глубоким. Растяните правую сторону ребер вверх. Правую почку нужно заводить внутрь и вверх в сторону левой груди. Поднимите грудь и отодвиньте плечи. Дышите медленно и ровно. Расслабьте живот. Медленно выйдите из позы и вернитесь в Дандасану. Правильное дыхание не только усиливает энергетический поток в теле, но может также убрать беспокойство из ума. Паржва Упавишта Канасана и Упавишта Канасана. Сидячая поза у глаз наклоном в сторону и вперед. Из Дандасаны расставьте ноги немного шире, чем на 90 градусов. Руками разверните мышцы бедер и икр внутрь, чтобы по обе стороны голени и бедер было равное количество мышц. Отодвиньте ягодицы назад по диагонали от копчика. Плотно прижмите колени и растяните икроножные мышцы. Проследите за тем, чтобы коленные чашечки и стопы смотрели вертикально вверх. Положите ноги плотно на пол и растяните спину. Под ногами пространство оставаться не должно. Если ваша поясница выгибается сзади, то сядьте на одеяло, положенное под углом, чтобы вы могли сесть на угол. Положите руки по обе стороны правой ноги. Разверните лобок, пупок, диафрагму и грудь на одну линию с ногой. Согнитесь вперед и правой рукой ухватитесь за ступню. Можно воспользоваться ремнем, чтобы поправить позу, если необходимо. Ровно растяните мышцы ноги и выправите спину. Поднимите обе стороны ребер. Вытянитесь в сторону правой груди и на выдохе нагнитесь над правой ногой. Колени на обоих ногах нажимают на пол, а ягодицы плотно прижаты к полу. Ухватитесь за стопу обеими руками. Разогните локти в стороны. Растягивайте ногу от икры до пятки и от колена до кости таза. Поворачивайте левым бедром дальше в сторону правой стопы и растяните правое бедро. Растягив локти в стороны, растяните ложные бедра и грудь. Нагнитесь и дышите ровно. На вдохе разогнитесь. Теперь переместитесь к левой ноге. На выдохе поверните центральную линию торса к левой ноге. Согнитесь и ухватитесь за левую стопу правой рукой. Опустив ягодицу, выгнитесь вверх. Поверните правую сторону ребер внутрь по направлению к верхней левой груди. Растяните обе стороны корпуса ровно. Зафиксировав ягодицы на выдохе, вытяните спину и нагнитесь. Не двигая правой ногой, нагибайтесь еще глубже к ноге. И поворачивайте живот больше влево. Ухватитесь за стопу обеими руками. Берите правые ребра внутрь, поворачивая правую грудь. Дышите свободно. Руки при этом должны быть приподняты. Лопатки вобраны внутрь. Раздвинув локти в стороны, расправьте ребра и грудь. На вдохе поднимитесь. Повернитесь к центру. Растяните ноги, выправив ступни. Согнитесь вперед и ухватитесь за большие пальцы ног. Или положите руки на пол перед собой. Вогните поясницу и поднимите ее кверху. На выдохе согнитесь вперед. Поднимите локти и подмышки и замкните лопатки за спиной. Разверните бедра наружу. Вытяните грудь вперед. Если возможно, опустите грудь и подбородок на пол. Вытягивайте ноги от таза. Не отрывайте ягодицы от земли. Дышите медленно и ровно. С каждым выдохом расслабляйте тело, не опуская рук. На выдохе поднимитесь. Руками установите ноги обратно в дандасану. Мастерство в йоге определяется не тем, насколько долго вы можете задержаться в позе, но тем, насколько вы сознательно вкладываете разум в каждую часть тела. Пашчимоттанасана. Растягивание на западной стороне тела. Сядьте в дандасану. Если спина округляется, то подложите, сколько нужно, одеял, чтобы зафиксировать таз в переднем положении. Руками выведите мышцы внутрь и выдвинете ягодицы в стороны. Опустите кости ног вниз так, чтобы ноги всей поверхностью лежали на полу. На выдохе прижмите бедра к полу и вытяните спину. На выдохе нагнитесь вперед и ухватитесь за внешнюю поверхность стоп. Если не в состоянии дотянуться до стоп, воспользуйтесь ремнем. Прижмите внутренней частью колен ноги к полу и растяните их, вытянув пятки и большие пальцы ног. Вогните поясницу и вытяните кверху лобок, чтобы грудь поднялась. На выдохе вытянитесь вперед от ягодиц над всей поверхностью ног. Поднимите подмышки и локти так, чтобы лопатки могли втянуться ровно в тело и вверх. Прижмите к полу ноги и вытяните локти в стороны. Растяните туловище вперед от бедер до подмышек. Дышите ровно. Вытяните грудину и ложные бедра от лобковой кости. Положите лоб на голени. Если ваш лоб не прикасается к голени, можно использовать одеяло. Пусть ваши ноги вытягиваются и давят на пол. Расправьте таз. Кости под ягодицами должны расходиться в стороны по диагонали. Живот должен быть расслаблен. Дышите ровно. На вдохе поднимитесь. В этой позе ум растворяется в бескрайней неподвижности неизвестного. Шавасана. Поза трупа. Это поза полного расслабления. Она восстанавливает и наполняет тело жизненной энергией после тренировки. После того, как вы закончите следовать следующим инструкциям, оставайтесь в шавасане от 5 до 15 минут. Когда вы готовы выйти из шавасаны, тихо углубите дыхание и медленно откройте глаза. Сохраняя внутреннее молчание и неподвижность, повернитесь на правую сторону и сядьте. Сядьте в дандасане. Позади в метре должно лежать сложное одеяло, которое мы используем в качестве подушки. Руками подвиньте ягодицы в сторону пяток и в стороны. Затем отодвиньте руки назад и осторожно обопритесь на локти. Проследите, чтобы тело лежало ровно по центральной линии. Не меняя положение ног и ягодиц, лягте постепенно, опускаясь уровень за уровнем. Поправьте одеяло под головой так, чтобы оно полностью поддерживало шею. Медленно расслабьте ноги. Затем поправьте положение головы руками. Аккуратно растяните заднюю часть головы в сторону от шеи и положите череп ровно по центру на одеяло. Не вдавливайте подбородок в горло. Установите голову так, чтобы челюсти и горло могли расслабиться. Затем руками освободите мышцы под каждой лопаткой в стороны, чтобы спина расправилась. Согните локти ладонями к лицу. Нажмите локтями на пол и поднимите ключицы к голове и отведите лопатки ниже по спине. Чтобы еще больше освободить спину, вытяните плечи вниз и в стороны. Положите локти на пол и опустите руки ладонями кверху. Расположите руки так, чтобы они располагались под углом 30 градусов от тела. Грудь и подмышки должны быть открытыми и расправленными. Расслабьте пальцы ног и рук. Они должны быть слегка согнуты. Чтобы закрыть глаза, опустите верхние веки и полностью сомкните веки. Расслабьте кожу на лбу и щеках. Позвольте глазам погрузиться в глазницы. Медленно позвольте глазам повернуться вниз, в сторону центра сердца. Представьте, что затылок становится очень тяжелым. Расслабьте все мышцы лица. Расслабьте нижнюю челюсть и язык. Корень языка должен стать толстым и пухлым. Язык покоится на нижнем нёбе. Расслабьте челюсти и язык, и позвольте внутреннему уху почувствовать себя открытым и пустым. Вберите чувство восприятия внутрь. Расслабьте мышцы тела, пусть они отстанут от костей. По мере того, как мышцы будут размягчаться и обвисать по сторонам, кости утяжелятся. Сетцы полные и открытые. Вы придаете свое тело земле. Тыльная сторона рук тяжела, и ладони мягкие. Полностью расслабьте мышцы ягодиц и ног. Наблюдайте за ритмом дыхания. С каждым вдохом тело становится тяжелее, а ум погружается глубже внутрь. Если вы чувствуете беспокойство в уме, то медленно переведите внимание на ритм дыхания. Присутствуйте в каждой секунде. Омывайтесь в покое и тишине. Намасте. Постановщики Джон Фрэнд и Оливер Генри. Текст Джона Фрэнда, а режиссер Оливер Генри. 1992 год. Техас. Присутствие. 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 Продолжение следует...